МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Пальчик – это руководитель кризисного центра «Верба». Вы, собственно, и понимаете, помогаете таким женщинам, попавшим в трудную ситуацию, как я понимаю. И Екатерина Черникова – адвокат, которая с точки зрения юриспруденции расскажет, насколько это тяжело или легко все делать. Итак, домашнее насилие. Наша героиня сказала, что не уходила, а если уходила, то возвращалась дважды, потому что некуда было идти. Так, может, все-таки выход есть? Сначала вам, Наталья, вопрос. К вам часто приходят женщины? К нам сначала, конечно, звонят на телефон. И мы первое, что задаем, вопрос – это, насколько она сейчас находится в безопасности, есть ли у нее, если вдруг обостряется ситуация, куда уйти, какие ресурсы у нее есть. Как правило, все-таки находит женщина каких-то друзей, знакомых, подруг, кто может поддержать в этой ситуации. Но бывают ситуации, когда нет таких вообще никаких ресурсов. Тогда мы обращаемся в государственное учреждение, в социальную гостиницу и просим их разместить. У нас работает телефон у прямой линии, звоните 202-22-22, рассказывайте коротко. Свои истории, конечно, тема интимная, но мы хотим услышать реальные ваши истории. Поделитесь опытом с нами, чтобы мы поняли, как бывает и как этого избежать. И тогда вам сразу вопрос, Екатерина, вот уйти жена может от мужа? Это вообще законно? Ну, то есть взять, собрать вещи, детей и уйти, и ей, по сути, ничего не будет с точки зрения юриспруденции? Это не раздел имущества же? Нет, ну, поскольку здесь ситуация имеет свои особенности, ведь женщина не просто так собралась и ушла, хотя может и просто так уйти, здесь никакого противозаконного, ничего не совершается. Вопрос относительно места проживания и порядка общения с детьми, он может быть решен супругами добровольно, а если нет, тогда в судебном порядке. Но применительно конкретно к этой ситуации, ну, поскольку здесь речь шла о том, что женщина подвергается насилию, то это не просто не нарушение закона, это способ защиты своих прав, скажем так, попытка. Поэтому, ну, безусловно, женщина совершенно, я думаю, что правильно сделала для того, чтобы спасти, может быть, свою жизнь, жизнь своих детей. У нас уже первый звонок от красноярцев, давайте выслушаем. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. У нас такая ситуация была в свое время, как бы, муж распустил руки при детях, как бы, несмотря на всю ситуацию, как бы, было заведено уголовное дело, как бы, был написан протокол, как бы, произошло следственное действие, как бы, сняли побои, и все, как бы. Дело перешло в суд, как бы, на что получили просто потом письмо. Извините, не до конца собранные доказательства, не так составлено заявление, и дело закрыли просто. Спасибо за вашу историю. Может быть, дело в том, что изменилось законодательство? Здесь вряд ли был состав преступления для уголовного дела. Это, скорее всего, был мировой суд. И да, у нас очень часто такая практика прекращения дел за... Ну, могу сказать, что раньше такая категория дел, как побои, это были дела частного обвинения. Раньше была такая норма, как статья 116 Уголовного кодекса. И дела частного обвинения, они характеризуются тем, что процесс доказывания фактически, но в большей степени лежит, скажем так, на стороне потерпевшей. Я понимаю, что, то есть я сама, значит, меня избили, я должна сама пойти собрать доказательства, найти себе адвоката. Ну, да, содействовать, скажем так, если вот, ну, органы правоохранительные не особо, ну, рвутся в сборе получения этих доказательств, конечно, тогда нужно будет оказать им содействие самостоятельно в суд. Бывает часто, что сами инициируют каких-то свидетелей, явку их в суд, потому что здесь... Головная боль, счета, помимо того, что избили, еще и занимайся, пожалуйста. Да, это процесс, да. А правда, что мужчине при этом предоставляют защиту адвоката, да? Да, совершенно верно. Как и предусмотрено нашим законодательством, ему обеспечивается участие защитника, и если он не может самостоятельно обратиться за помощью услуги адвоката, они оплачиваются. Интересно получается. У нас еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут и ваша история? Здравствуйте, меня зовут Юля. У меня, получается, такая ситуация. Меня бьет муж, и сколько я обращалась в полицию, и полиция вообще ничего не предпринимает. Скажите, что делать с этим? Юля, мы вам сочувствуем, во-первых. Спасибо за вопрос, что делать, да? Вот с такими вопросами часто звонят, я думаю, вам. А что, ну, надо понимать, какие ресурсы у нее есть. То есть, что еще она делала, кроме того, что подавала заявление в полицию? Ей, скорее всего, отказывали в возбуждении уголовного дела. Говорили, что нужно передать в мировой суд. Здесь, ну, к сожалению, у нас так устроена сейчас правоохранительная система, что нет такой статьи, за которую сейчас можно уголовную ответственность действительно получить. Понятие декриминализации насилия. Это то, о чем вы говорите сейчас? Поясните, что значит это? Значит, вот так абстрактно, конечно, сложно сказать. Здесь я бы посоветовала девушке, которая сейчас позвонила, обратиться за квалифицированной юридической помощью, поскольку декриминализирована именно статья, которая... А что это вообще значит? Это значит, что она перестала быть уголовно наказуемой и сейчас находится под действием Кодекса об административных правонарушениях. А правда говорят, что увеличилось количество избитых после того, как эта статья перестала быть вот такой жесткой? У нас стабильно примерно количество, как было, так и есть. Мы не можем сказать, что какая-то статистика вверх или вниз. Так что вот, да, вы говорили, Юлия делать? Значит, во-первых, каждый случай, он имеет свои особенности, потому что все-таки уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за побои, которые повлекли за собой определенные последствия в виде утраты трудоспособности, наступления вреда здоровью. И бывает, что такие конфликты, они сопровождаются еще и угрозами убийства. То есть, поскольку девушка не сообщила каких-то конкретных фактов... То есть нужно доказательства, фотографии, может быть, видео. Возможно, да. Но, возможно, здесь вначале нужно определиться, под какую квалификацию может подпадать данное насилие, и, соответственно, выбрать способ защиты своих прав. В общем, нужен адвокат. Но перед тем, как мы ищем адвоката... Вот у нас в городе, мы уже давали в сюжете ранее выпуски, список целых адресов, куда можно обратиться с женщинами, тем более с детьми. У нас мало или достаточно в нашем городе таких мест, как вы считаете? Убежища? Да. Конечно, недостаточно, безусловно. Тем более вот таких низкопорогов, когда можно круглосуточно куда-то обратиться, таких практически нет. Потому что если это общественные какие-то организации, то есть это тоже люди, которые там свободно от какой-то другой нагрузки время эту работу делают, поэтому, конечно, у них тоже нет, как правило, возможности в охраняемом помещении оказывать круглосуточно эти услуги. В государственном учреждении тоже сейчас нет такого, куда бы можно было среди ночи попасть. Поэтому, конечно, в этом потребность есть большая сейчас. Скажите, а как часто женщина выигрывает вот такие дела? Или все-таки полиция, вот с заявлений, насколько я знаю, 250, вот есть информация с цифрами, что 250 случаев домашнего насилия за прошлый год было зарегистрировано полицейским? Я боюсь представить, сколько их на самом деле было? Конечно, больше. Больше, да? Ну, что значит выигрывают? Здесь нужно понимать, какой результат от вот этого вот действия, ну, предполагается, да, прогнозируемый результат, так сказать. Что касается реальной изоляции от общества, то это, конечно, ну, очень маловероятно. Если, значит, нет никаких обстоятельств, особенностей, скажем так, у человека, наличие, например, там, условной судимости, да, или там, ну, состояние при научете, допустим, там. Может, покалечило ребенка. Ну, да. То есть, опять же, разные ситуации. Поэтому, что касается исхода дела, то, в принципе, многие дела заканчиваются обвинительным решением, приговором суда, и, ну, таким образом достигаются, скажем так, определенные вот, ну, возмездия, можно сказать. То есть, шанс защитить себя есть все-таки. Ну, да. То есть, если это то, что женщина хочет, вот, хотя бы там, может быть, небольшое, но наказание для вот такого вот обидчика, то, да, в принципе, это достаточно реально. У нас еще звонок, давайте выслушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что женщина вообще не человек. Женщина убивает ее ребенка, мучают, и ничего правоохранения не делает. Но, если обругали министра экологии, грубыми словами, моментально его забрали и статью ему сочинили. Ну, что это такое, а? Скажите, а что с вами случилось? Ну, у меня было, я уже старая, у меня было, муж распустил руки, но я моментально выписала его из квартиры, пришел милиционер, сказал, чтобы завтра тебя здесь не было. Мы в разводе были. Спасибо. Так что я тоже не дала спуску, но это моя квартира была. Спасибо. Вот, кстати, нам подсказали, да, вот такой вариант, когда женщина сразу после первого раза, она уходит от мужчины и находит там силы, гордость, может быть, детей нет, да, вот такие частые случаи? К сожалению, не очень. По крайней мере, вот к нам в центр, когда обращаются, классическая история, это несколько лет уже женщина живет в этой ситуации, потому что, ну, все-таки мы выходим за любимых, единственных и неповторимых, и надеемся, что, ну, надеемся, что какие-то внешние, может, обстоятельства, или что-то еще привлекло вот его вот к таким действиям. То есть, что он исправится, что там это случай единичный, да. То есть, еще менталитет русских женщин терпеть может очень долго женщина. Вот мы эту тему продолжим обязательно о жертвенности, да, русских женщин, хотя времени не так много осталось. У нас еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Я бы хотела обратиться к вам, ну, не то чтобы с вопросом, а просто, может быть, пожелание такое. У меня была такая ситуация, когда я вызывала полицейских по поводу того, что меня избивал мой муж. Они, конечно, на вызов прибыли, но совершенно откровенно заявили, что помочь мне они ничем не смогут, потому что даже заявления у меня они брать не станут. Вот если бы он вас убил, тогда мы бы приехали, констатировали вашу смерть, убийство, и уже по этому делу вели бы расследование. Спасибо, Надежда. Я говорю к тому, что, еще одну секундочку, нас таких очень много, и наши проблемы, они никому не нужны. И, по-моему, вот то, что вы обсуждаете в студии, это абсолютно бесполезно. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо вам за звонок. Ну, мы постараемся сделать чуть полезнее. Вот запустили в группе во Вконтакте комментарии, пока о жертвенности помним. И, знаете, первые три комментария, между прочим, написали мужчины. А мужчины пишут, когда же откроется в городе Центр помощи мужчинам, пострадавшим от женщин. И вот таких немало здесь. Мужчина, что же вы делаете? Неужели все так плохо? Неужели вас, правда, избивают? Действительно встречаются. Есть такое, да? Да, да. Расскажите об этом, и как тогда поступить? Ну что, на женщину в суд подавать? Ну, здесь никаких привилегий женского пола над мужским в данной ситуации закон не делает. То есть это мужчины точно такие же права и механизмы защиты своих прав, как и у женщин. И действительно, и встречаются случаи, когда мужчины оказываются в такой ситуации, когда они подвергаются насилию. И здесь не приходится говорить, что это чисто женская проблема. Все же, конечно, реже, но и встречаются такие в моей практике тоже. Здесь же еще есть такие социальные условия, потому что женщина все-таки в более зависимом положении находится. Она финансово, как правило, более зависима. Как правило, она статусом социальным более низким, чем мужчина. Есть много стереотипов, которые этому способствуют. Бьет, значит, любит, если там ревнует. Баба сама виновата. Сама виновата. Муж и жена одна сатана, какой-никакой отец, какой-никакой муж и так далее. То есть это все ограничивающие вещи, которые загоняют женщину обратно в эти отношения. У нас еще один звонок. Спасибо, что вы звоните. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы высказать мнение. На мой взгляд, женщины, которые оказываются в подобных ситуациях, они в значительной мере сами провоцируют вот эти ситуации. Мужчину просто так довести человека до того, чтобы он бил, но это надо умудриться. И очень часто это внутренние взаимоотношения, какие-то игрища, внутрисемейные. Вот я в жизни знаю несколько таких случаев, когда подобным женщинам пытались оказывать помощь. Вот у моей матери была подруга, да, лично близко к этой ситуации. Он напивался ее, бил, она приходила к нам домой, она у нас ночевала, мама ей помогала. Отвела ее в полицию, когда он в очередной раз ее избил. Помогла, там написали заявление, сняли побои. Ну, в результате она с ним помирилась, с мужем. Мама моя оказалась крайней. И, ну, соседка у нас в подъезде была, точно так же гонял ее муж по всему подъезду, она бегала. Вот они после этого, ну, лет 20 уже прошло, до сих пор все еще живут. Понятно. В общем, все можно исправить, я так поняла, в ваших комментариях. Спасибо, что звоните еще раз. Вот о жертвенности, может, правда, есть же такой синдром, да, когда женщине даже нужно быть обиженной немного, зависимой, да, от мужчины более сильного. Вот к вам такие тоже приходят, которые, например, пришли, потом подумали, ай, собрали детей и вещи, и ушли опять к мужу. Надо понимать специфику этой проблемы. Заключается она в том, что ответственность за вот такое поведение, агрессивное поведение лежит на том, кто его совершает. Независимо, мужчина или женщина. Ну, в каких-то ситуациях ты можешь остановиться? Что мешает тебе остановиться в ситуации, когда ты дома с близкими людьми, что-то там тебя даже провоцирует, выводит, там что-то еще, какие-то скандалы. Ну, где-то почему-то ты этого не делаешь, а дома почему-то у тебя все, пожалуйста. Поэтому очень важно здесь говорить о том, что ответственность на том, кто совершает насилие. Как бы она его не провоцировала, что бы она там не делала. Не нравится, уходи, по большому счету, разводись и не живи с ней, если она тебя провоцирует. Это первое. А второе, конечно же, это семейные парные отношения, и, конечно, женщина до последнего будет надеяться, что все исправится. Как правило, он же не махровый тиран-маньяк, который только и делает, что избивает всех. Как правило, он хороший работник, он, как правило, неплохой отец, он там и может с детьми играть, деньги зарабатывать. И, в принципе, все неплохо, кроме того, что он ее избивает через подушку каждый вечер. Небольшой минус, скажем так, да. Да, существенный минус, я бы сказала. Ощутимый, ощутимый. Поэтому, конечно, она будет надеяться на то, что что-то там поменяется, и все будет неплохо. Скажите, есть ли в законодательстве что-то, что позволит женщинам ограничить общение с мужем и его общение с детьми, которого она не хочет, например? Вот какие механизмы? Ну, здесь нужно... У нас еще мужчина нам подозвонился, потом мы с ним поговорим. Ну, здесь нужно, опять же, рассматривать ситуацию более конкретно. То есть, что это за звонки? Да, просто сами по себе звонки, ну, вряд ли здесь какие-то будут правовые последствия от самого факта звонка. Если они сопровождаются угрозами, носят там какой-то вот характер, скажем так, вот как преследование, что-то, то здесь нужно разбирать конкретную ситуацию для того, чтобы... Но охранных ордеров нет у нас в России. Нет такого, да. Нет такой практики. Нет, конечно, нет. Это не Аммика. Ну, Аммика есть в некоторых странах других. Всем учрежденно отличается законодательство, поэтому... И, кстати, о звонках, да. Мужчина, здравствуйте. Спасибо, что в женское царство врываетесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Врываюсь. Очень случайно врываюсь. Просто так получилось. Я еще раз повторяю. Мужчина женится на женщине для чего? Как по-вашему? Для того, чтобы пробить рот, правильно? Родить может только женщина. Вы плохо слышите? Уже хорошо. Продлить рот. Мы поняли. Дальше. Надеюсь, в той надежде, что женщина с возрастом будет умнее, опытней, благородней, красивее. А нет, проживают люди по 40, по 50 лет, и ни хрена этого не видно. Как она была жопа рукая, так она и остается к приходу к финишу. Это вы, наверное, на личном опыте проверяли? Да уж, правда, не я один. Спасибо за звонок. Спасибо вам за эмоциональный такой звонок. Но продлить рот – это же не единственное, что женщина хочет от мужчины, по крайней мере. Интересно, что она должна всю жизнь оставаться прекрасной феей, которая там что-то будет. Еще и умнеть. До 40 лет она должна умнеть, хорошеть, веселеть. Вот скажите, как раз последний у нас такой вопрос, мы его не обсудили. Когда в полиции пишут заявление женщины, многие жалуются, что полицейские смеются над ними даже, пока они пишут, что не относятся серьезно и приходится угрожать уже, что вот я в прокуратуру там обращусь. Потому что полицейские же, как я понимаю, обязаны принять заявление. Ну, конечно, обязаны. Здесь, я не знаю, по-разному, опять же, нельзя так огульно судить, что всегда смеются или там. Есть действительно сотрудники, которые стараются помочь, просто какого-то эмонизма эффективного, но он в настоящее время отсутствует. Поэтому самого только желания одного, без каких-то возможностей для оказания этой помощи со стороны сотрудников, его недостаточно. У нас осталось буквально 30 секунд. Вы еще и психолог, Наталья. Подскажите, вот короткий совет для женщин и для мужчин. Ситуация домашнего насилия? Да. Ну, для женщин я бы, наверное, все-таки коротким самым советом оцените вообще свою жизнь и своей ли жизнью вы живете. Реализуете ли вы те цели, свои мечты, которые были у вас там до того, как вы вступили в семейные отношения. И для мужчин 10 секунд. И мужчин то же самое, по большому счету. То есть, если тебя что-то не устраивает, ну, так ты обратись за помощью, что-то сделай, поменяй свою жизнь как-то. Спасибо большое, что пришли сегодня. Тема бесконечная, конечно. А телезрителям пожелаем любви. Любите друг друга. И, конечно же, не сбивайте друг друга, и тогда все будет хорошо. Это были новости Прима. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...